Земля, вода и воздух, данные нам, требуют нашей заботы и внимания, чтобы город жил и развивался в гармонии с собой и природой. Меня зовут Эрна, и я рада приветствовать вас сегодня у себя в гостях. Я люблю Москву, и люди отвечают мне взаимностью. Особенно те, кто пришел сегодня сюда. Я хочу, чтобы мы взаимно радовали друг друга и приносили друг другу пользу. Антон, но что же все-таки будет с технологическим развитием? У нас все представители бизнеса сегодня разрабатывают и внедряют очень много позитивных инициатив, направленных в снижение нагрузки на экологию города, зачастую даже в снижение на уровне законодательства. Для примера Московская теплоэнергетическая система одна из самых высокоэффективных в мире. КПД по топливу составляет более 76%. Да, вы думаете, с этой цифрой, это довольно-таки такой серьезный успех. Мне надо сказать, что свободный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с 2012 года непосредственно этого сектора был снижен в полтора раза. С 2011 года, наверное, все от этого знают, проходит реконструкция Московского нефтеперерабатывающего завода. Если взять 2011 год статистику, «Укрики о помощи» с района Капотниевым звучали практически каждый день, мы в год получали, у меня за 10-й год смотрел статистику, 4,5 тысячи обращений было на эту тему. Сейчас, буквально в прошлом году, это было уже 10, от 10 до 20 жалоб, которые зачастую жители будут. Допустим, воздействие Московского нефтеперерабатывает, как и соседние предприятия, или БУКАД, которые там проходят. Жители района уже живут в совершенно другой парадигме, решена и транспортная, скажем так, составляющая, и благоустройство сделало, шикарный парк на гриме Московики, скажем так, для жителей Капотния был сделан. Ну и, еще раз говорю, что район задышал совершенно другим чистым воздухом, и жизнь там обновилась. Это очень часто так бывает, но могу это подтвердить. Но Московский нефтеперабатывающий завод продолжает программу своей реконструкции, в том числе и экологической реабилитации, конечно, параметры, которых удалось достичь. Понятно, что это еще, скажем так, не конец, но нам очень больших усилий стоит его вообще сподобить владельцам, потому что мы все время менялись, как только Газпром нефть пришла, стала владельцем, с ними стало возможно разговаривать, они от разговоров очень быстро перешли в дело, и сейчас вот этот вот эффект, он очевиден, виден и заметен. Наверное, самая главная информационная политика предприятия, то есть они ведут такую открытую политику, приглашают жителей на экскурсии, показывают, рассказывают. Там новости проявика Бурдни, которые в том числе представляют жителям данные о загрязнении атмосферного воздуха, холодных объектов, почек, зеленых насаждений. Поэтому большое спасибо руководству, мы надеемся на то, что в ближайшие годы уже реконструкция закончится, мы получим на территории, опять же, крупного мегаполиса, столического мегаполиса, такое производство, наверное, в одной из самых современных мире, которое с экологической точки зрения будет, может быть, стремиться непосредственно к нейтральности, да, все какое-то воздействие останется, но оно будет минимизировано. Также это реализация проектов комплексного развития, о чем уже Мария говорила, сейчас новое, скажем, да, новое видение, это КРТ, комплексное развитие территории, производственных зон, понятно, что все они тяготели к третьему транспортному кольцу, исторически Москва, когда была еще промышленная, но это был как раз такой транспортное кольцо, по которому ресурсы различные поставлялись на те или иные предприятия, поэтому было удобно строить их, вот так, опять же, в кольцовой системе, да, это около 20% территории Старой Москвы, если мы гордимся тем, что у нас особо хоремый, в каждой территории 19,5 тысяч гектаров занимает, да, то вот эти вот зоны, они чуть-чуть побольше, да, это где-то 20 с чем-то, да, сейчас уже точную цифру не скажу, но главное, что процесс этот запущен, работа проходит и инвесторы, бизнес очень активно принимает участие непосредственно, то есть востребованной площадке, создаются новые инновационные рабочие места, понятно, что с экологическим точкой зрения всех производств, которые будут размещаться вот на их линомерных правозонах, они уже будут соответствовать всем экологическим параметрам, которые сейчас в современный момент нам диктуют, ну и также, наверное, еще очень важно понять, что экологическая ответственность сегодня это обязательное условие к устойчивости бизнеса, грязное производство самого себя уже не привлекает инвесторов, это очень хорошо, то есть уже за последние годы нам удалось в том числе и психологию инвесторов поменять, которая уже ни за что не пройдет, допустим, не будет вкладываться в тот бизнес, который может в будущем, и сейчас в данный момент, скажем так, приносит какие-то, скажем так, экологические, создают экологические проблемы. У нас вот за последние годы участились заводки, опять же, от различных представителей бизнеса, банковских структур, Сбербанк нам позвонил, и говорит, да, вот, можно ли у вас был клиент, скажем так, с точки зрения экологической ориентированности, проверять информацию, можно ли давать кредит или нет, или, наверное, вам решается, все-таки выдавать кредит или нет, мы рекомендовывать в этом смысле, наверное, не имеем права никакого, но, конечно, какую-то информацию обладаем, и готовы ей купилиться, но это, опять же, как пример. Поэтому я надеюсь на то, что бизнес в любом случае запутится, и еще раз говорю, что даже это решает ревные законодательства, в Москве очень многое сделано, еще законодательства в федеральном уровне и даже и мыслей не было, скажем так, его создавать или поднять по ревну проблему. Мы уже это отработали, причем в добровольном порядке. Допустим, еще нет обязанностей предприятий ставить не на источниках выбросов, а на трубах и датчике. У нас в Москве все трудные предприятия добровольно пошли нам на встречу, опять же, говоря о том, чтобы не открыть туда свои политики, что им нечем скрывать. Пожалуйста, мы как бы в режиме реального времени наблюдали практически более 50 предприятий и получаем данные. В том числе, я даже иногда их наказываю. Но я нас, знаете, только благодаря, говорят, спасибо за то, что мы учили, показали какие-то недостатки, какие-то замечания, которые нужно исправить. Вот так, поэтому и в этой сфере советую не расстраиваться, надо как-то позитивно смотреть в будущее. Антон, Вы упомянули таксономию зеленых проектов, модернизацию промышленности и городского хозяйства. За всем этим стоят новые современные экологичные технологии. Есть ли сейчас сложности, связанные с импортозамещением? Продолжится ли модернизация промышленности? В любом случае, конечно, продолжится. Один из главных вызовов текущего момента «Термистская доступность импортных экологичных технологий». Также она наложилась на реформу экологического законодательства. В Москве пять предприятий вошли в перечень 300, которые сейчас уже в 24-м году должны были перейти на комплексные экологические разрешения, внедрить наилучшие доступные технологии. Ну, наверное, такой характерный пример того, как мы садоканал, одна из крупнейших. Предприятий в Европе, если не самые крупные, да, честные сооружения, крупнейшие в Европе, это уж точно, и брецкие, и курьяновские, которые сейчас, скажем так, подвержены конкретной такой реконструкции с экологической точки зрения, и экологические параметры, конечно, уже в пределах предприятия, и, по крайней мере, количество непосредственно сброса мы уже уменьшили на 22%. Ну, и по экспортному оценку, резерв улучшения экологической обстановки после перехода на МДТ составляет порядка 15-25%. То есть это говорит о том, что с экономической точки зрения это тоже в будущем будет очень выгодно. Ну, естественно, за 15 лет это срок разработки комплексных экологических разрешений, действия программы повышения экологической эффективности, она составит более 10 миллиардов рублей. Мне интересно. А повлияет ли текущая ситуация на переход на МДТ? Конечно, повлияет. На сцену приглашается Евгений Геннадьевич Гашов, доктор технических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения, доцент Национального исследовательского университета МЭИ. Ну, это нечего тебе беспокоиться насчет московской энергетики. Там-то раздаются голоса, что энергетикам уже... Евгений Геннадьевич, про какого еще раз расскажите? Про какого расскажите? Да, да, да. Соответственно, энергетикам тоже нечего беспокоиться. Там звучали голоса о своей будущей работе, потому что у нас вчера скончилась зима, практически. И весьма это о Москве дрожала зубами практически. А 15 городов в стране вообще включили отопление назад. И в город входит два больших потока газа. 20 миллионов тонн, 20 миллионов кубов и 10 миллионов кубов. 20 миллионов кубов и забирает энергетика, 10 забирает нефтеперабатывающий завод. И там, и там работают наилучшие доступные технологии, которые, как я уже сказал, экономят топливо. Практически на 30%. И 20 миллионов кубов, входящих на ТЭЦ Москвы, вырабатывают 50 миллиардов килочасов, и 100 миллионов калорий, отопленный город полностью. И при этом экономят еще треть топлива. То есть, на этот сэкономленный топлив мы можем отопить Копенгаген, Восло, Стокгольм, Хельсиньки вместе взяты. Еще немножко хватит Берлин. И пара канадских городов еще приходится. И, соответственно, поток, входящий на нефтеперабатывающий завод, тоже использует исторические ресурсы, тоже экономит процентов 40, энергии, которые есть. То есть, мы, эти два потока, работают с величайшей эффективностью. И вот только пять станций вошло, да, Антон, на лягуще из МДТ первой категории, но на самом деле все станции Москвы, все 13, ну, две, на конце 11 городских, все, все МДТ. И причем они МДТ не с 15-го года, как прошло, вакуума, а 30, 40, 45 лет назад, когда слова МДТ не было, они уже были такие. И тогда те города, которые нас сейчас учат по генерации, Коос, Копенгаген, в них не было этого. А наши станции работали успешно, прекрасно. конечно, они были такие чистенькие, такие красивые, как сейчас. Может быть, не такие замечательные и там МДТ новый, я шел сюда пешочком, у нас еще водный такси не работает, смотрел пока, как он мне попали, скоро будет уже запущен. Скоро закончен, я знаю, я думаю, что это уже будет, но было бы здорово. А шел бы, видел мимо такое, какое-то странное здание, МДТ новое, какой-то банк из 4 букв, не помню на сет, не помню, сейчас все, забываю, название. И большое здание, много отапливать, много электроэнергии, можно кипа позаботиться о своей будущей работе. И в принципе, сейчас все ушло виртуально, даже все деньги, все в кармане, цифры, а станет надо отапливать. Здесь, может быть, действие, Сан-Сан-Сан-С, Кулько руководитель, МСНР, Сан-Сан-Сан-Сан, мы, 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 освободятся, попросим, нам энергетикам надать, а мы там сделаем чуть полезное, там, хвата-центр, например, сделаем. Сейчас небольшая проблема для города, централизованного хвадоснабжения, потому что город, летом, жара, и нужен холод. И холод нужно не делать и миллионами кондиционеров, которые висят и забирают энергию мощности, а делать централизованно, как в ряде других городов. И это тоже будет замечательный в этом смысле, на мой взгляд, техническое решение, которое еще больше увеличилось эффективностью. В Москве есть чем похвастаться в этом направлении, и как раз, на мой взгляд, сложился такой симбиоз энергетики, городских зданий и окружающих следы. У всех есть резервное улучшение сосуществования резервы симбиоза. И в этом смысле мы будем о том говорить два часа, пожалуйста, милости просим приходите на наш круглый стол, где будет реальность от реальной цифры перехода на наилучшие доступные технологии. Но главное, этот симбиоз, он такой чуткий, он такой тонкий, и каждый раз мы его двигаем дальше. Симбиоз, он в терпимости, он в открытости и он в понимании хрупкости того, что есть у нас в городе и вокруг нас в стране. И это и есть слово Родина, о котором мы тут сейчас так неожиданно вспомним. Спасибо за это. Спасибо за этот симбиоз, за возможность работать, за профессионализм, за высочайшим профессионализм коллектива, который, вас знает, Антон Олегович, который на протяжении десятка лет движется. И успешность политики, она ведь не только в больших инвестициях, она ведь не только в проникательной рекламе, а в посылке успешности политики в ее последовательности. Это редкое качество. Последовательность это есть залог успеха, залог движения вперед. И никакие события, ветра, внезапные осложнения не изменят все внутри и последовательно. Потому что ты знаешь, чем ты идешь. Потому что это наша жизнь. Спасибо. Спасибо, Игорь Юрьевич. Всегда лучше.